Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю отвечать на вопросы зрителей канала YouTube, на те вопросы, на которые нужны ответы вот такие длинные-предлинные. Следующий вопрос у нас. Можно ли повторно использовать землю? Имеет в виду, наверное, в лотке. Что-то еще в нее посеет? Я начинающий садовод-огородник, многих нюансов не знаю. Но я быстренько там написала, что ответа однозначного не может быть. И сейчас я дам не однозначный ответ, а вот такой объемный, полноценный. Вот у меня как раз стоит средство, которым в прошлом году я пользовалась. Смотрите, тут я разделила на несколько ситуаций. Например, если я посеяла в лоток, вот как сейчас я распекировала, и у меня земля эта остается. Если я посеяла в лоток, у меня там грунт удобренный, у меня там черная дерновая земля, у меня там перегной, у меня там суперфосфат, изола и все. Но растения там прорастли всего 10 дней. Через 10 дней я их взяла, эти крошки, и распекировала. Вы же понимаете, ну это так логически, по мыслив каждый понимает, что эти крохотули, они не могли все эти питательные вещества, все эти микро-макроэлементы высосать, забрать. Они там вот, с двумя листиками. Ясно, что грунт остался прекрасный, он и на ощупь, и на запах, чуть не сказала, и на вкус. Но он вообще по всем признакам хороший. Не было у меня там никаких заболеваний, ничего, мы чистейшие, все. Ясно, что этот грунт сам Бог велел использовать еще раз. Конечно, я сейчас буду делать перевалки, когда в большие стаканчики, я этот грунт буду подсыпать. Я знаю, что у меня там есть все, он жирненький, плодородненький, сбалансированный, все это прекрасно. Но если у вас такая же ситуация, если вы посеяли, бывает же тоже даже на маленьких сроках, вот растения только-только вылезли, раз их черная ножка, вот эти перемычки. Если вы видите, что там хотя бы одно растение было больное, ни в коем случае нельзя второй раз этот грунт использовать без обработки, без протравливания. Вы знаете, что там питательные вещества есть, там удобрения есть, макро-микроэлементы есть, но там вместе с этим есть и вот эти патогенные, микрофлора, вот эти вот грибковые споры, которые вы перенесете на другие растения. Обязательно только обрабатывать. Потом другая ситуация, про обработку в конце скажу. Другая ситуация. Вот, про крошек ясно, что они ничего там не навредили. Вот растения вот такие огромные, рассада выросла, вот несем, аж калышится, высадили. Но земля-то осталась, один лоток остался, второй, третий. Что с ней делать? Ну, выкидывать или рассыпать, или еще оставить? Вот в прошлом году я сидела осенью в теплице и показывала. У меня лотков море, я же рассадой раньше занималась, по 100-150 лотков мне приходилось наготавливать вот этого грунта, намешивать, удабривать. И в прошлом году, последний раз, ясно, что годы идут, здоровье не прибавляется, иногда уже и не хочется, и спина болит, все. Я решила второй раз использовать этот же самый грунт, в котором выросли мои растения, полный цикл, все, они здоровые. Ясно, что они все оттуда высосали, все, что можно. Иногда высаживаешь, вот так корень отряхнул, а там осталась, ну, такая земля, что уже ни на вкус, ни на запах, не очень нравится она мне, бедненькая. И эту землю можно использовать, но нужно сделать дополнительную обработку. То есть, ее нужно удобрить, ее нужно протравить обязательно. Если там росли растения очень долго, даже если нет видимых каких-то признаков заболевания, все равно вас должно насторожить, что раз они росли долго, мало ли, что там, может, внутри какие-то были корневые гнили, может быть, там крошки какие, бактерии нехорошие остались, но мы не видим. Мы не можем человеческим глазом увидеть, есть там что-то плохое или нет. Я считаю так, если два месяца они там побыли, значит, нужна все-таки обработка. Пусть биофунгицидом, вот таким, как фитоспорин, вот я сидела там, фитопфлорез обрабатывала, дополнительная обработка нужна. Сейчас с землей у нас проблема, купить дорого и неизвестно, когда в мешке покупаем, иногда многие жалуются, что наоборот заражаются с магазинного грунта. Ехать в поле тоже не все могут, не у всех есть транспорт, не у всех есть возможность. И многие уже делают вторичное вот это использование грунта. Вот я в прошлом году вам рассказывала, я 150 лотков в том году сделала таким образом. Я просто эту землю свалила все в ванну. И вот этими средствами я говорила про них. У нас в городе есть предприятие, которое вот эти биопрепараты выпускает. Флорез и фитопфлорез. Я показывала, все обещаю, подробный видеоролик сделать, надо собраться. Я сначала по схеме сделала обработку биофунгицидом, постояла немножко. Потом вот этим же черным удобрила, гуминовым удобрением этой же серии. Все, я на следующий год посеяла прекрасную рассаду. У меня все выросло. Она была такая же земля плодородная, такая же безопасная. Не обязательно средство должно быть этим. Средство можете выбрать другое. Главное, вы должны знать принцип. Это первое, протролить должны, если рассада росла долго. И удобрить. Опять же, если рассада росла долго, ясно, что она все там сожрала. Вы знаете выражение, что растения сжирают все, ничего там вкусненького не осталось. Если нет варианта другую землю где-то взять, можно второй раз сделать вот такую процедуру. И, конечно, если уже у вас там явно вы видели, что у вас там заболевание, что у вас там полегла, например, рассада во время выращивания, вот такими биопрепаратами вы уже не обойдетесь. Тогда уже, как я говорю, что нужно обязательно применять медь содержащие, или там хлорокис меди, или там, ну короче, любые голубые вот эти вот препараты. Даже можно медным купоросом полить, потому что, если вы осенью обработаете за полгода до выращивания, и потом до посева, это все уже немножко нивелируется, все это не будет так вредно, как перед посевом. И тем более, у вас там будет расти только рассада, а не растения с плодами. Никакого вреда вам это не принесет, но я так думаю, потому что все это на ранних стадиях, молодые растения, все это выветрится. У вас до отобработки осенней, если вы второй раз будете использовать, до сбора урожая будет почти целый год. Когда, если есть заболевание в лотках, лучше обезопасить себя, ну, более жесткими фунгицидами. Да, они токсичные, да, они не очень полезные для человека, но если применять их с умом, то можно обойтись без различных там ущербов для здоровья. Все. Вот это ответ на вопрос Паршина и Светланы про вторичное использование грунта. Как вы поняли, грунт использовать можно, но нужно все это делать осмысленно, подходить к разной ситуации. Какой-то грунт можно вообще ничего не делать. Какой-то грунт можно биопрепаратами минимальную обработку. Какой-то грунт нужно прям травить, протравливать, а может быть даже жарить вот в духовке, в микроволновке, для того, чтобы все там истребить. Ситуации разные. Пожалуйста, обдумывайте каждую ситуацию. У каждого будет свое решение. Одно и то же решение каждому не подойдет. Ага, вот это такое дело. Это, можно сказать, личное дело каждого. Такая вот интимная сфера. У кого-то что-то завелось, а у кого-то, может быть, и нет. И вторичный грунт будет прекрасен. Ладно, до свидания.